Задача на использование неравенства Маркова. Первая задача. Среднее число молодых специалистов, ежегодно направляемых в аспирантуру при экономических вузах, составляет 200 человек. Пользуясь неравенством Маркова, оценить вероятность того, что в данном году будет направлено больше 300 молодых человек, не более 220 молодых человек. Решение. Сначала сформулируем, что такое неравенство Маркова. Для любого ε больше 0 и для любой случайной величины справедливо следующее, что вероятность того, что модуль случайной величины будет больше, чем ε, не превосходит математического ожидания модуля случайной величины, деленного на ε. Это у нас с вами неравенство Маркова. Данной задачей, случайной величиной у нас будет как раз-таки количество молодых специалистов, ежегодно направляемых в аспирантуру. Что у нас сказано? Что среднее число, а среднее число – это математическое ожидание, у нас равно 200. Тогда в пункте А мы получаем вероятность того, что у нас количество молодых людей больше, чем 300. У нас не превосходит математического ожидания этого количества, деленное на ε. ε у нас с вами здесь тоже 300. Заметим, что у нас в неравенстве стоит модуль и здесь, и здесь. У нас здесь модуля нет. Почему мы можем воспользоваться неравенством? Ну, потому что у нас случайная величина – это количество молодых специалистов. Она у нас получается неотрицательная. Поэтому у нас что случайная величина кси, что модуль случайной величины кси у нас получается одно и то же. Поэтому именно здесь мы модуль можем с вами убрать. Матожидание у нас равно 200 по условию, здесь у нас 300. И мы получили с вами оценку, что вероятность наша не превосходит 2 третьих. И первый пункт задачи мы решили. Второй пункт задачи. Нам нужно найти, что вероятность того, что количество у нас молодых специалистов, которых направляют в аспиратуру, будет у нас не более 220. Не более, значит, меньше, либо равно 220. Неравенство марка у нас должно быть неравенства больше. Значит, мы переходим к противоположному событию. Ну, а теперь его используем. Заметим, что наша вероятность не превосходит, да, то есть мы оцениваем сверху. Здесь у нас с вами знак минус, значит, у нас будет оценка снизу. Будет больше, либо равно единице минус. Математическое ожидание дилеммна на 220. Матожидание у нас 200 на 220. Получается 10 одиннадцатых. И из единицы вычитаем 10 одиннадцатых, получаем 1 одиннадцатую. И мы с вами получили ответ и для второго вопроса, что наша вероятность здесь больше, либо равна 1 одиннадцатой. Вторая задача. Случайная величина кси задана своим распределением. И распределение у нас с вами здесь дискретное. И нам нужно с помощью неравенства Маркова оценить следующую вероятность. И прежде чем оценивать, мы должны еще и точно вычислить эту вероятность. Итак, решение. Для начала мы найдем нашу эту вероятность. То есть в лоб найдем, да, а потом сравним с оценкой по неравенству Маркова. Итак, вероятность того, что у нас модуль случайной величины кси больше, чем единица. Ну, для этого на самом деле нам нужно написать, как у нас будет распределен модуль случайной величины кси. Давайте с вами посмотрим, что у нас будет с вами для модуля. Итак, модуль случайной величины кси будет принимать, пускай значение я напишу у, g и вероятности, q, g. И какие у нас будут значения. Ну что, берем сюда, подставляем. То есть если кси у нас принимает значение минус 2, то модуль кси у нас принимает значение 2. Если у нас кси принимает значение 0, то модуль кси тоже принимает значение 0. И если кси у нас принимает значение 3, то модуль тоже принимает значение 3. То есть значение у нас получается, если в порядке возрастания, 0, 2 и 3. Модуль кси у нас равен 0. Когда? Когда кси равно 0. С какой вероятностью? 0,7. Модуль кси принимает значение 2. Когда? Когда кси принимает минус 2. с вероятностью 0,1. И модуль кси принимает значение 3 с вероятностью 0,2. Если так мы с вами записали, то у нас ряд распределений есть, где у нас модуль кси больше 0. Больше 0 это у нас всего лишь два значения. Двойка и тройка. То есть мы можем написать, что это вероятность того, что модуль кси принимает значение 2, плюс вероятность того, что модуль случайной величины кси принимает значение 3. Вероятности у нас с вами есть. Это 0,1 и 0,2. Складываем и получаем вероятность 0,3. То есть мы с вами вычислили нашу вероятность. То есть вероятность у нас равна 0,3. Ну а теперь попробуем оценить эту же вероятность с помощью неравенства Маркова. Опять записываем наше неравенство Маркова. Вероятность того, что модуль случайной величины кси больше, чем эпсилон, не превосходит математического ожидания модуля случайной величины кси на эпсилон. То есть нам, чтобы оценить, нам нужно знать математическое ожидание. Распределение для модуля кси у нас с вами есть. Соответственно, мы с вами можем написать, чему равно математическое ожидание модуля случайной величины. Это сумма. У нас получается у на коже. То есть 0 на 0,7, плюс 2 на 0,1, плюс 3 на 0,2. У нас дискретная случайная величина, и мы считаем. У нас получается 0,2 плюс 0,6. Итого у нас получается математическое ожидание 0,8. Вот ожидание мы с вами посчитали. Ну, теперь пользуемся нашим неравенством. Модуль кси больше единицы. То есть здесь у нас в качестве эпсилон стоит единица. То есть не превосходит. Математическое ожидание модуля у нас 0,8. Эпсилон единица. И получается 0,8. То есть мы с вами оценили, что модуль случайной величины больше единицы. Это вероятность у нас не превосходит 0,8. Вот мы с вами получили и еще оценку по неравенству Маркова. Ну, поскольку мы знаем точное значение, оно у нас равно 0,3, по оценке у нас получается, что вероятность не превосходит 0,8. Ну, действительно, 0,3 у нас не превосходит 0,8. То есть неравенство Маркова действительно у нас с вами работает. Это наша задача, что мы с вами и показали. Переходим к следующей у нас задачи. Итак, дана у нас случайная величина кси, которая распределена по показательному закону с параметром 5. Вычислить нам нужно вот такую вероятность и оценить эту вероятность по неравенству Маркова. Хорошо. Опять, прежде чем решать, мы должны с вами понять, что же тут у нас в нашей вероятности записано и упростить нашу как-то вероятность. Итак, заметим, что поскольку мы с вами знаем, что у нас случайная величина кси распределена по показательному закону с параметром 5, что мы знаем? Во-первых, мы знаем плотность распределения. Плотность распределения у нас получается следующая. 5 на е в степени минус 5х, если х у нас не отрицательный, и 0, если х у нас меньше нуля. То есть плотность у нас с вами есть. Мы знаем также характеристики. Какие мы знаем характеристики? Мы знаем математическое ожидание такой случайной величины. То есть математическое ожидание случайной величины у нас здесь будет 1,5. И мы знаем дисперсию этой случайной величины. Это есть единица на лямбда в квадрате, значит, здесь у нас единица получается на 25. Моду мы тоже знаем. Мода у нас наибольшее значение, наибольшая у нас вероятность, то есть у нас пик получается плотности в нуле, то есть мода у нас с вами равна нулю. Хорошо, ну и тогда мы с вами можем подставить это все в вероятность. И у нас получается 0 плюс кси умножить на 1,5. Не превосходит. И тут у нас с вами стоит дисперсия 3 на кси плюс 2. Дисперсия у нас от сдвига не зависит, то есть двоечку можно не обращать внимания, а тройка у нас вынесется в квадрате. То есть у нас будет 3 в квадрате на дисперсию, которая равна 1,25. То есть у нас получается, что у нас здесь на самом деле написано, что 1,5 кси не превосходит 9,25. Домножим все на 5. И у нас получается, что нам нужно вычислить вероятность, что кси у нас не превосходит 9,5. Хорошо, плотность у нас с вами есть. Мы можем эту вероятность вычислить. Это у нас получается интеграл от минус бесконечности до 9,5. Но поскольку у нас, заметим, что плотность не нулевая, она у нас от нуля, я сразу напишу, что у меня интеграл от нуля до 9,5 от нашей плотности 5 на е в степени минус 5х dx. Ну, здесь берем интеграл. Пятерку я вынесу, интегрирую экспонент. У меня получается минус 1,5 на е в степени минус 5х в подстановке от нуля до 9,5. И у нас получается минус е в степени минус 5х в подстановке от нуля до 9,5. Подставляем границы, получаем минус е в степени минус 5 на 9,5. То есть на самом деле здесь минус 9 стоит. Минус на минус даст плюс. И е в нулевой – это единичка. То есть единица на е в степени минус 9. Ну, если мы захотим это численно посчитать, то это у нас примерно получается 0, и там 4 девятки после запятой стоит. То есть это практически единица. Итак, вероятность мы с вами вычислили. То есть вероятность нашего события у нас получилась 0,9999. Итак, то есть вероятность у нас, вот мы с вами ее, когда преобразовали, какая она у нас получилась, вот мы с вами ее посчитали. А теперь то же самое мы с вами хотим оценить. То есть преобразовывать заново не надо. То есть нам достаточно написать вероятность того, что кси у нас не превосходит 9 пятых. Здесь мы пользуемся тем, что у нас показательная случайная величина, она у нас какая? Неотрицательная. То есть значение неотрицательное. Поэтому здесь модуль тоже можно убрать и воспользоваться у нас тем, тем, что неравенство у нас Маркова, напоминаю, сейчас зелененьким напишу, у нас вероятность того, что у нас модуль кси у нас больше эпсила, не превосходит от ожидания модуля кси на эпсила. У нас здесь неравенство в другую сторону, значит, нужно перейти к противоположному событию. Единица минус вероятность того, что у нас кси больше 9 пятых. Ну, опять у нас неравенство тоже у нас перевернется, станет больше либо равно. Единица минус математическое ожидание случайной величины кси у нас известно. Это у нас 1 пятая. И получается у нас числитель 1 пятая. Знаменатель у нас эпсилон 9 пятых. Да, вот оно у нас, эпсилон. И осталось нам посчитать. Единица минус 1 девятая. И у нас с вами получается 8 девятых. То есть мы с вами получили оценку, что наша вероятность, давайте еще раз запишем, меньше либо равна, вероятность того, что кси у нас меньше либо равно 9 пятых, у нас эта вероятность больше либо равно 8 девятых. Ну, заметим, что у нас есть точное с вами значение вероятности. Вот оно у нас. И оно действительно у нас больше, чем 8 девятых. Тем самым, эту задачу мы с вами тоже решили, используя неравенство Маркова.